Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и че-то комментаторы тоже здравствуйте. Поговорим сегодня о доброделах и их кавычках добрых делах. Вы знаете, меня вот эти мальчики, мне напоминают воздушный шарик, вот который надувается, надувается, а потом в один прекрасный момент все равно лопнет. Вот так и их канал с их контентом. Объясню почему. Меня очень удивила фраза Андрея на одном стриме, когда он сказал, что они столько вкладывают денег в контент своих подопечных, что прям со своих семей, своих ровные отдают. Сегодня я хочу поднять тему их доходов. Сейчас мы с вами находимся в моей творческой студии. Почему-то блогеры предпочитают свои реальные доходы очень редко афишировать, то есть единицы блогеров это делают. Я о своих доходах говорю абсолютно спокойно, меня это никак не задевает, и скрывать мне абсолютно нечего. Мы с вами сейчас видим, что за июнь месяц, вот прекрасно видно, да, с 1 по 30 июня мой канал принес 498 долларов 74 цента. Ну, фактически он принес 500 долларов, то есть пройдет перерасчет и 500 долларов, да, там будет. Эти деньги я заработала за месяц. Вот стоимость моей рекламы, то есть то, что YouTube платит конкретно мне, $1.37, и $2.64, это всего платят рекламодатели. Часть денег забирает, понятно, YouTube, и часть, вот $1.37, это мои. 498 долларов, ну, 500 долларов, это тоже уже чистый мой доход за вычетом, да, процентов YouTube. Что мы делаем дальше? Есть такой официальный источник, ребята, как Social Blade. Это аналитика социальных сетей всех блогеров, кто монетизирован, то есть, да, кто зарабатывает, неважно. ТикТок, Инстаграм, Фейсбук, там тоже есть платные монетизированные моменты, YouTube. Сейчас мы с вами перейдем на Social Blade. Мы находимся в Social Blade. Вы прекрасно видите, что это мой канал. Вот так, чтобы было лучше видно. У меня оценка категория B-, ну, это неплохо, скажем так. Прекрасно видно, что за последние 30 дней мои просмотры выросли на 71,8%, просмотры за видео выросли на 23,3%, и вот реально стоит расчетный ежемесячный доход. YouTube посчитал, минимум я могу заработать 97 долларов, максимум 1600, но все вы прекрасно видели мои реальные доходы. То есть, я зарабатываю реально 500 долларов. Для того, чтобы получить фактическую сумму моего дохода, то, что я действительно зарабатываю, мне нужно умножить где-то на 5, 5,2, ну, фактически на 5,2, и мы получим мои 500 долларов. То есть, теперь вы объективно видите, что минимальную сумму нужно умножить на 5,2, и вы получите мой реальный доход, мои 500 долларов. Теперь переходим на канал Доброделов. Так, сейчас, ребята. Доброе дело. Что мы видим? У них категория B+. То есть, это говорит о том, что их реклама стоит дороже, чем моя, поэтому зарабатывают они еще больше. Смотрим дальше. За последний месяц у них увеличилось на 40% подписчиков и на 9,3% просмотры. В общей сложности их видео посмотрели 5 миллионов 824 тысячи воспроизведений было. Мы видим их минимальный доход, полторы тысячи долларов. То есть, мы с вами прекрасно знаем по моему каналу, что для того, чтобы понять реальный доход, нам нужно умножить на 5,2. Что мы с вами и делаем? Мы умножаем на 5,2, получается 7800 долларов. Но, так как у них повышенная категория, минимум добавляем к этому еще 500 долларов. Итого мы получаем 8300 долларов ежемесячный доход Доброделов. На рубли у них получается где-то 608 тысяч рублей. Эти 608 тысяч рублей, 840, делим на троих. То есть, каждый из них зарабатывает по 200 тысяч рублей. И это на голом контенте. То есть, это контент, в который не вкладываются. Меня вот и впечатляют Доброделы, да? В моем понимании, это аферисты. Это какая-то такая вот благотворительная в кавычках организация. То есть, вы даете свои деньги, мы вас организовали, главное, да? Назвались добрым делом. Вы отстегиваете свои кровные, а мы за ваш счет будем совершать добрые дела. Потому что объективно, да, вы сами видите прекрасно, что в среднем за месяц у них 22-23 загрузки видео происходят. И по факту каждое их видео стоит 300 долларов. Но не забывайте, что они в контент не вкладываются по деньгам вообще. То есть, что происходит на самом деле? Они поехали, купили там за 10 долларов вешалку, да? И вдумайтесь, 290 долларов они заработали. Они поехали, привезли посылки и 300 долларов заработали. И в этом все вот эти Доброделы. То есть, это реальные просто аферисты, зарабатывающие, да, типа на социальном проекте, делающие добро. Но по факту вы видите, то есть, что все это делается за счет подписчиков. Опять-таки, я не считаю суперчат, я не считаю спонсоров канала, я не считаю донаты. Это исключительно мальчиков доходы. И вот скажите, пожалуйста, то есть каждый из них, да, зарабатывает где-то 2 700 долларов в месяц из этой троицы. И скажите, пожалуйста, какие добрые дела они делают на 8 300 долларов в месяц? И при этом утверждают, что они еще докладывают свои. То есть, откуда эти свои? И контента на канале не то, что на 8 300 долларов нет. Его даже на 1000 долларов в месяц объективно нет. То есть, они, да, катаются в пустоту. Они показывают свои покатушки, какие-то разговоры по телефону, пустые приезды, да, поездки к своим подопечным, пустые бла-бла-бла. Они просто высасывают с воздуха контент. И при этом каждый день регулярно они зарабатывают 300 долларов. И вот для фанатиков я объясняю, сколько приносит прибыли этот канал. Эти мальчики, да, это лохотронщики. Они не являются доброделами. Потому что при доходе в 8 300 долларов, ребята, ну, как минимум, такие каналы половину вкладывают в контент. То есть, они могли, да, ежемесячно покупать по бытовке, таким, как Баба Галя, абсолютно без напряга. И на этом пилить контент. Но они не хотят вкладывать собственные средства. Они ждут ваших подаяний, ваших посылок для того, чтобы заработать на этом деньги, не вкладывая свои. Поэтому они и так рвутся за канал. При этом, обратите внимание, они свои средства, они вкладывают даже, в принципе, в покупку продуктов. Посмотрите, какие они, бомж-пакеты, в принципе, за свои деньги привозят даже своим подопечным. То есть, это называется, мы своих вложим по минимуму, вы, лохи, давайте свои. А мы на вас еще заработаем на этом контенте и положим эти деньги к себе в карман. И в этом все доброделы. Ребята, повторюсь, доход этого канала 8 300 долларов. Покажите, контент, это для фанатиков, этого канала на 8 300 долларов. Даже на 4 000 долларов покажите мне, пожалуйста, их регулярный контент. Его просто нет. То есть, согласитесь, они даже электрика привезли, заплатят там электрику 100 долларов за то, что он поменял проводку. И на 200 долларов они уйдут в плюс. Но еще при том всем, сколько они будут это всем усолить, они уйдут в двойной плюс, как минимум. Поэтому они работают конкретно себе на карман, за ваш счет. Только называются добрыми делами. Это такой конкретный лохотрон, разводняк. Это вот, повторюсь, раньше, да, сидели в наперстке, играли, а теперь они на ютубе играют в добрые дела. Они просто громко и пафосно себя называют, но добрых дел за собственный счет нет вообще. То есть, максимум, да, то, что я наблюдаю, сколько они вкладывают в контент, это 300-400 долларов. Это потолочная сумма. Но, опять-таки, я даже не думаю, что они эту сумму снимают со своего личного счета. Скорее всего, это спонсорские подписки, ваши донаты и суперчаты. Вот это все лохотрон этот перекрывают. Поэтому те, кто считают их доброделами, снимите кастрюли, бедра, я не знаю, розовые очки и посмотрите объективно и адекватно на этих мальчиков. Мальчики, да, эти просто лохотронщики. Ну, а дальше, ребята, мы с вами поднимем эту тему глобальней. Ну что, ребят, каждый из вас теперь открыл глаза на доброделов и прекрасно понимает, что это лохотронщики, повторюсь. Это те люди, которые разводят вас на эмоции, на ваши деньги, на ваши посылки, на ваше добро. И просто этим спекулируют и зарабатывают на этом деньги. При этом они не брезгуют этими деньгами. И не стоит больше фанатики мне доказывать, что я им завидую, что они действительно делают добрые дела. А что делаешь ты? Они не совершают ни одного доброго дела. Все их добрые дела благодаря вашим деньгам. Так где логика? То есть вы меня обвиняете в том, что я не делаю добрых дел, что я зарабатываю на них. Но простите, они зарабатывают на своих подопечных, они зарабатывают на вашем сочувствии и сострадании. Так кто же все-таки подлей? Кто же все-таки ниже? Наверное, доброделы. И при этом они еще вас оскорбляют и унижают за ваши комментарии. А вы сидите, хлопаете ушами и наслаждаетесь красивой картинкой. Ведь реально контент пустой. Это как, я не знаю, надувной какой-то шарик. Просто с него выходит воздух. Я смотрю на их последние видосы. Ребята, это вообще, я просто улыбаюсь. То есть с этой проводкой, но это как с бытовкой. Вот была куча-куча контента, на котором мальчики заработали. Вот то же самое теперь с электрикой. Но это вообще самый дешевый контент. То есть столько всего раздутого. Вчерашний ролик, ребята, я смотрю и просто офигеваю либо от глупости Игоря, либо о том, что нечего сказать, а видос нужно растянуть. Посмотрите на этот бред с Ивой Кобылой. Начало ролика. Он разговаривает с электриком по телефону. И минут пять он пересказывает все жизненные трудности и проблемы этого электрика. Про его шабашки, про его напарника. И когда же все-таки он приедет делать электричество. Конец ролика. И мы видим то же самое. Теперь только он рассказывает об этом Сергею. Что электрик приедет, но у него сложились вот такие трудности. Он воспользуется календарем. И только воскресенье у него свободное. Ребята, я хочу к фанатам обратиться. Чем вы наслаждаетесь? От чего вы кайфуете? Что вы конкретно поддерживаете? Доход мальчиков за видео 300 долларов. И то, как вас разводят лохотронщики, этого на самом деле поддерживаете. Следующее, что хочу отметить. Ребят, я смотрю, насколько Сергей их уже не воспринимает. Во-первых, реакция у него вообще такая очень своеобразная. На их приезд он сразу зажимается. Он уходит в себя. И видно, что он не хочет с ними общаться. Он как-то через силу. Видно, что он себя переосиливает для того, чтобы подать ему руку. Выйти в кадр. Как-то разговаривает. То есть, такое ощущение, что между ними явно пробежала какая-то собака. Идет какой-то конфликт. Но на камеру его не показывают. Даже видно, как Игорюша пытается, скорее всего, этот конфликт замять. И, скорее всего, конфликт идет между Андреем и Сергеем. А он этот конфликт пытается сгладить и играть в эти добрые дела. Но видно, что очень все накалено. Ну, да, вот 220 прям по проводам бежит между ними. И очень все как-то своеобразно. То есть, Игорюша очень начал заискивать последний видос перед ним. Вот прям пытается показаться хорошим-хорошим. Скорее всего, идет игра в хорошего и плохого полицейского. И видно по Сергею, что он не рад этим посылкам. Что оно ему ничего не надо. Он этого не хочет. Видно, что он даже посылки эти, да, пока разрезает ножом, он смотрит в сторону. Он не хочет, чтобы его снимали вообще. Но он не понимает, что он встрял, потому что он часть контента. Ребят, я повторюсь, я уверена, что мальчики эти выходцы с 90-х. С таких лихих 90-х. И они конкретно давят. Потому что они на этих людях зарабатывают. И все прикрывается церковью, набожностью, верой. Что вот этими проповедями бесконечными. Но что-то происходит внутри очень серьезное и глобальное. Потому что где-то Сергей очень зашуган и зажат. И в то же время видно, что у него это вызывает омерзение. Ему хочется, чтобы его просто оставили доброделу в покое. Видно по нему, что он не хочет никаких проводок. Никаких вот этих передачек. Никаких открываний этих посылок. Что он делает это все через силу. Да, то есть у него даже эмоций, радости нет. А почему? Потому что, скорее всего, это все идет под конкретным давлением. Не потому, что объективно Сергей там плохой или не знает, как поблагодарить за эту посылку. А видно, что человек очень зажат и его прессингуют. Я не знаю, увидели вы это или нет. Но я это четко проследила. То есть он даже не хочет им в глаза смотреть. Видно, как он себя переосиливает. Повторюсь, чтобы подать им руку. То есть он даже на какой-то момент в начале ролика заменжевался. Давать, протягивать эту руку или нет. И, скорее всего, они у него вызывают какое-то внутреннее отвращение. И отторжение от этого всего. Внутренний какой-то протест. Но он, скорее всего, очень слаб духом, чтобы дать им конкретный отпор. А возможно, он просто не может им дать этот конкретный отпор. Если баба Галя их не боится, видно, насколько раскованно она себя чувствует рядом с ними. И тут не вопрос зажатости Сергея. Тут вопрос того, как они его запрессовали, что он настолько зажат. И мне кажется, что он уже хочет, чтобы быстрее его оставили в покое эти бабы Гали, доброделы. И все это для него закончилось. Ему привозят передачки, они ему явно не в радость. И эмоций у него, конечно, не было никаких. Но Игореша извинился за отсутствие его эмоций. Рассказал, что вот такой вот Сергей человек, но он в душе рад. Объективно, ребят, он уже не рад ничему. И это очень читается. Опять-таки, вот этот друг, который у него живет, забыла, как зовут, Алексей, по-моему. Он больше даже проявлял каких-то эмоций, чем тот же Сергей. Опять-таки, начали предложение давать по работе для этого Алексея. Но я так думаю, что он просто не хочет, опять-таки, связываться с доброделами. Потому что он корректно дает понять, что не хочет он никуда ехать. Опять-таки, разговоры о какой-то благотворительности, где можно получить эти бесплатные какие-то продуктовые корзины. Ну, в общем, пустое. Вот просто пустое. Нужно снять ролик, заработать на нем 300 долларов. И неважно, о чем его снимать, лишь бы эти деньги капнули. И в этом все эти доброделы. Ребята, вы знаете, я думаю, что все-таки очень много людей, вот такие, которые отказываются принимать участие в их проекте, они их загоняют в такие рамки, что люди вынуждены это делать. Потому что доброделам нужно заработать. Ну, вот это то, что я сегодня хотела сказать. Буду со всеми прощаться. Пока, ребят. До новых встреч.